Валентин Красногорова 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 из шести или семи моих пьес, которые идут в Болгарии. Они идут примерно в десяти театрах, в Софии и во многих других городах. — То есть вы, собственно, главный болгарский драматург? — Да. Вот что интересно, что в Болгарии абсолютно уверены, что я очень известный в России драматург, ведущий драматург и так далее. — Ну, по сути, так и есть, потому что ваши пьесы идут по всему миру. — Может быть, так и есть, но в Петербурге об этом никто не знает. — Кто-то знает или не хотят знать. — Это старая истина. Нет пророка в своем отечестве. Раньше я расстраивался, сейчас очень спокойно к кому-то отношусь, потому что Петербург не стал тем городом, который дает театральную моду на весь остальной мир. Поэтому идут здесь пьесы, не идут пьесы. Обидно, что это в своем городе, где ты родился, жил и живешь. Но, в конце концов, не так страшно. — А если сейчас, как, знаете, можно переехать в Болгарию, вас там, все знают, любят, идут в десятках театров, и вы номер один в Болгарии? — Вот. — У меня такой фантастический, конечно, был. — Да, был, произошла еще более загадочная для меня вещь. Два года назад в Монголии поставили целый сезон, там, собственно, единственный академический, национальный, там, государственный и так далее, и так далее, театр в Улан-Баторе. Он в один сезон посвятил только моим пьесам, семи пьесам. Проект назывался «Красногоры в семь». Они сначала нашли одну-две, потом стали искать другие, потом стали драться, кто что поставит, а потом решили поставить все семь. Вот такого успеха. — Ну, по-моему, даже не слышал, вы знаете, это действительно главный монгольский драматур. Но, во всяком случае, в один год. — Причем, понимаете, страна, где вроде бы ментальность должна быть абсолютно другая. Понимаете, когда я смотрю фотографии этих спектаклей, ну, понимаете, специфические... — А вы там в Монголии не были никогда, да? — Никого не знаю, никогда. Они позвали потом на эту вот, на презентацию вот этого проекта, на старт этих пьес. Но, знаете, Улан-Батор далеко. — Ну, не успели, да, у вас в Албании расписано, в Австралии, как так сказать. — В Австралии, то есть в Албанию не поехал по единственной причине. Было приглашение, и я уже поехал брать билет, чтобы на другое утро вылетать. Включаю телевизор случайно, узнаю, что там идут уличные бои в Тиране. Там довольно, там, знаете, христиане с мусульманами, мафия, там, и так далее. Там на презентах. Короче, я немножко струсил и не поехал. Но они мне прислали диск, так что, кстати, очень хороший. — Блин, вот возвращаясь все-таки, вот когда у вас появился, вот вы стали химиком, и, я так понимаю, достаточно успешным в этой профессии, вы защитили, так сказать, кандидатскую, докторскую. А как вы вот все-таки переключились на драматургию? Что за вот этот щелчок, момент истины, когда вы написали первую пьесу, может быть? — Вы знаете, получилось так. Действительно, защитил кандидатскую, потом лет 37, что-то докторскую. А потом вдруг написал пьесу. Может быть, потому что, знаете, что-то вот... Написал как Ак-Инджамбул, знаете, что вокруг степи видишь, про то и написал. Про нравы в науке, в научном мире. Написал очень смешную комедию. Шесть лет ее запретил. Ну, во-первых, сначала надо было в театр заинтересовать, сами понимаете. На это ушло, допустим, три года. Потом... — Это уже было в Петербурге? — Это в Петербурге. — В Ленинграде тогдашнем? — Да, конечно. Вот, в конечном итоге ее поставили. Она прошла 400 раз. Вот так началась моя карьера. — А вот то, что там в начале пути вы встретились и с Товстоноговым, и с Додиным, если можно вот об этом... — Это было уже не совсем начало, вернее, так, начало, но такое короткое, в первые десятилетия, так скажем. Да, поставили в БДТ дважды на малой сцене. — Это какую пьесу? — У меня две пьесы. Одна «Прелести измены», то же самое, что и у Додина в театре поставили. И вторая «Маленькие трагедии», так называемая. У меня есть цикл, который нескромно назван, как у Пушкина. Вот, и поставили одну из этих пьес. Но, кроме того, шли еще... — Ну, Товстоногов, так сказать, как-то он видел, да? Это не он был режиссером, но, во всяком случае, он был. — Значит, был его стажер. Стажер не справился, и потом мы несколько дней вместе с ним работали. И, кстати, я счастлив, что были эти дни, потому что от Товстоногов говорят всякое там, что он и гений, и диктатор, и такое, что он не терпит, что ему нельзя возражать. Мы с ним прекрасно спорили. Он прекрасно слышал, в отличие от нынешних режиссеров, которые знают, что они гении. Во-первых, они не интересуются тем, что автор говорит. А во-вторых, если автор говорит, они не слышат. А он интересовался, слышал. Я ему сказал, что я написал книгу по теории драмы. Он тут же сказал, дайте почитать, чтобы сегодня какой-то режиссер попросил книгу прочитать. Такого быть не может. Он не только попросил, он на другое утро позвонил и сказал, что он этой ночью прочитал с жадным интересом. И мы потом обсуждали, и он написал к ней предисловие. А кто играл в этих спектаклях? Какие актеры? Играл покойный Миша Данилов, играл Владимир Еремин, Лариса Маливанная ставила, Селезнева, Ирина, замечательная актриса, она сейчас за границей живет, играла там главную роль. Ну, играли, короче говоря. Нет, но замечательный актер, и Лариса Маливанная, и актриса, и режиссер, и Михаил Данилов. Да, да, да. Школа БДТ, да. Вот. А у Додина Лев Абрамовича ставил? У Додина там тоже получилось, тоже ставил стажер, потом стажера пришлось хорошо отодвинуть. Спектакль совершенно не получился, и не дошел до премьеры. Так. После долгих колебаний Додин решил все-таки, дело, как сказать, чести было. БДТ поставили, а у них не могут. И вот две недели мы с ним тоже репетировали, и тоже, кстати. Понимаете, когда человек-личность, он не думает о том, что он там себя умолит тем, что он чьи-то возражения послушает, чему-то прислушивает. Он не думает все время, что он великий. Ему не надо об этом помнить. Он такой и есть. Не надо это кому-то доказывать. Поэтому мы с ним чудесно работали. Получился чудесный спектакль. Прошел он, наверное, раз 500, не могу сказать сколько. По-моему, лет 11 или 12 игрался. Я раза два или три точно смотрю. Получил он там какое-то первое место там среди опроса зрителей. В общем, короче, судьба была очень счастливая этого спектакля. Замечательно. Валентин, у нас есть с вами еще какой-то видеоматериал вы привезли. Давайте посмотрим, поскольку формат программы у нас стремительно утипает. Да, давайте вот что посмотрим. У нас одна из, как сказать, приятных вех моей не всегда успешной, удачливой истории драматурга — это сотрудничество с Романом Виктяком. Он трижды ставил мои пьесы. Я хотел бы показать кусочек, крошечный над ветом с чем-то минуты. Какая пьеса? Пьеса называется «Фуршет после премьеры». Идея такая, что сыграли пьесу Шекспира, после этого актеры в костюмах Отелло, Яга и так далее собираются на сцене на фуршет, и там происходят совершенно немыслимые события. И тут есть и репетиции, и кусочки. Короче, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Роман Виктюк, пьеса Валентина Красногорова. «Фуршет после премьеры» ждет северян в конце декабря. Это очередная премьерная постановка в Театре драмы имени Ломоносова. Ставит спектакль заслуженный деятель искусств России, режиссер с мировым именем Роман Виктюк. Пьеса написана талантливым драматургом Валентином Красногоровым. Действие происходит в театре. Спектакль, затем фуршет и загадочная смерть одного из персонажей. Мне кажется, она сейчас действительно одна из лучших наших пьес. Просто лучшая. Даже я убежден, потому что я знаю все. Все, что пишут молодые, все, что пишут и те. А я ставил всегда первым тех, кого ненавидела страна и не принимала резко. Я это ставил. Жанр спектакля определен как черная комедия. Но сам Виктюк с такой трактовкой не согласен. По его мнению, это слепок сегодняшней жизни. Пьеса универсальна для любой страны мира. Фуршет идет без антракта. На сцене, по словам режиссера, с юмором и с грустью представлено сегодняшнее состояние общества. На генеральной репетиции Виктюк не проранил ни слова. Только как у дирижера. Взмах рук, а в глазах удивление, а может и восторг. Сейчас они на старте. У меня свисток протянута, как в пионерском лагере. Красная ленточка. Я стою с этим стартовым пистолетом. Они ждут сигнала. Раз, два, три. Теперь слово за зрителем. По мнению актеров, возможно, что оценка спектакля будет далеко неоднозначной. Валентин, ну, не могу, так сказать, вас поддержать. Слово неудачливого драматурка вычеркиваю. Товстоногов, Додин, Виктюк. Ну, я же не говорю про Монголию. Вы извините, целый монгольский сезон в главном монгольском театре. Ну, нет слов. Вы так действительно ощущаете себя, вот как вы сказали, не всегда удачливым? Или это, так сказать, немножко такая кокетливая чуть-чуть, чтобы не спугнуть удачу? Я, нет, я не считаю себя удачливым. Я не считаю себя неуспешным. Стыдно жаловаться. Наверное, число постановок уже к 500, ну, правда, если с любительскими считать, подходит. И действительно, десятки, сотни театров. Нечего говорить, что я неудачник. Нет. Но есть пьесы, которые могли бы идти шире. Есть пьесы, которые еще не поставлены. Правда, я их пишу слишком много. У меня их около 40, ясно, что... Вот. Но, в общем, нет, я не жалуюсь. А как вообще вы пишете? Вы быстро пишете? Стремительно, да? Комедию, как писать комедию? Стремительно надо? Она же не может долго лежать. Я пишу пьесу очень быстро, но... Понимаете, когда... Самое трудное в пьесе – начало. Вот у тебя ничего нет. Есть идея, может быть, написать про любовь. Что значит, про любовь? Кто действующие лица? Какой сюжет? Что будет? Что случится? Что, чего, как? И вот это у меня где-то там то при бессоннице, то при езде в автобусе, то еще где-нибудь что-то зреет, зреет, зреет. Иногда рвешься писать, кажется, ты уже... Нет, я себя придерживаю. И когда я, наконец, полностью представляю, что такое... Ну, 10 дней, 2 недели – пьеса готова. Пишу очень быстро, потому что нельзя писать медленно. Допустим, она нас там спросит, ты меня любишь, мать, и через месяц ты берешься, так что же он хотел ей ответить? Тогда да, исчезает. Нет, надо понимать, чтобы это кипело. Если ты вот... Надо успевать записывать, успевать, успевать. Иначе... Вот, и тогда получается. Когда же ты себя вымучиваешь фразу раз в неделю, то тогда, естественно, лучше отложить и подумать, что он делал. А, Валентина, есть такой, скажем, у вас какие-то любимые пьесы и нелюбимые? Естественно. И второй момент, вот те пьесы, которые у вас любимые есть, а вот как-то никому не нравятся. А нелюбимые вот идут, идут, идут. Вы попали в точку. Так. В яблочко, в десятку. Так. Можно разделить. Есть пьесы, которые мне нравятся, и которые я знаю, что они пойдут. Вот, может быть, не сразу, может быть, не широко, но пойдут, потому что они по всем параметрам отвечают то, что хотят театры и зрители. Есть пьесы, которые мне не нравятся, и тем не менее они почему-то идут, и довольно-таки, к моему удивлению, неплохо идут. И, наконец, и пьесы, которые мне нравятся, но я обычно даже сам знаю, что их вряд ли кто быстро и широко воспримет. А не было, вот, извините, искушения такого, ну, самому поставить где-то, попробовать? Было искушение, и даже раза два. Во-первых, один раз я в жизни поставил, но это была подпольная пьеса в советские времена, в подпольном театре. И были подпольные зрители. И были подпольные зрители, которые по телефону собирались, и в конечном итоге режиссера посадили. Такая рискованная история могла быть. Очень рискованная история. А вы же не были диссидентом, по-моему. Был, но на неоткрытом. Неоткрытым. Писал всякого рода. Я написал книгу по истории цензуры в те времена еще, и она распространяла в самой издате. Короче, было много, но сейчас не об этом речь. Так о чем мы говорили? А о том, что вы ставили два раза? Так вот, один раз я поставил пьесу в таком подпольном театрике, но это только было... Раза два мне предлагали, но не складывалось там по моему свободному времени. Ну, было желание, или все-таки вы бы нашли, может быть, и время, если бы вы были в этом абсолютно уверены? Может быть, был какой-то страх, а вдруг не получится? Нет, страха нет, потому что я знаю свои возможности как режиссера. Я знаю, что, допустим, как Викчук я не буду ставить, потому что это нужно собой склад ума. Хотя я не знаю. Вот, и все такое. Но поставить нормально, грамотно то, что я хочу видеть, а не то, что часто приходится смотреть. Ведь люди не представляют, что драматург, смотря свою пьесу, чаще всего испытывает стыд. А не гордость, не желание выйти на поклоны и писать автографы. Потому что очень часто ставят так, что так становится не по себе. Зачем так ставить, когда написано совершенно другое? Понятно. Валентина, есть еще у вас фрагмент? Давайте посмотрим, потому что лучше нам посмотреть побольше. Немножко развеселим публику, маленьким роликом. В Нижнем Новгороде у меня поставили пьесу музыкальную, которая называется «Рызарские страсти». У них это и в других многих театрах называется «Лекарство от любви». Очень веселая пьеса. Я вообще люблю писать комедии, много их пишу, хотя считается, что комедия – это легковесно. Давайте посмотрим... Сложно писать комедии, почти невозможно. А я люблю, понимаете? Поэтому никто и не пишет. Очень трудный жанр. У меня есть пьеса, где все население города убивают друг друга, и все равно это комедия. Понятно. У меня склад такой. Давайте посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Валентин, вот смотрите. По-моему, замечательный, успешный драматург. Не знаю. Но внутренне, конечно, у вас свой отсчет и свои какие-то моменты. Я просто вам кратенько скажу. С тем же Виктюком тоже много лет я общаюсь. И даже он мне, так сказать, заказывал пьесы. И где эта пьеса? Пьеса где-то у него на столе. Потому что, хотя это было для Шифрина, и когда я позвонил Шифрину, я говорю, Ефим, как вам? Он говорит, ну, замечательная пьеса. Но все дело в романе. А роман Виктюк говорил, ну, мне нравится, но Шифрин занят. Вот перекрестная такая, да, история. Так что, не знаю, и до сих пор она не осуществлена Виктюком. Я думаю, что уже не будет, поскольку это было лет 10 назад. А вот все-таки, может быть, вот рассказать чуть-чуть. Вы же ездите иногда на премьеры. Вот 2-3 или страны какие-то, где вам запомнились премьеры вот по вашим пьесам. Ну, во-первых, я хочу продолжить маленьким комментарием по поводу увиденного. Я считаю, что театр должен быть праздником. Если он не праздник, то это не театр. Даже если это трагедия, даже если льются слезы, это праздник. Об этом, знаете, задумывались еще древние. Почему трагедии говорят о страшных вещах, а это все равно приносит наслаждение эстетическое. Вот поэтому я люблю писать так, чтобы всегда было что-то такое вот радостное. Не обязательно комедия, но что-то вот чувство радости, неожиданности и парадокса должно быть. Что касается зарубежных постановок, не могу сказать, что я езжу часто. Но вот, например, был в Чехии. Там у меня постановка получила несколько призов, в том числе приз зрителя. Еще там какие-то на фестивале. И они меня туда позвали. И оказалось, что я там посмотрел сразу три своих пьесы. Как-то так сошлось в разных местах. Сравнительно недавно был в Болгарии. Они, кстати, меня зовут регулярно, но... Был я там только один раз. И смотрел замечательный совершенно спектакль. По пьесе «Давай займемся сексом». Есть у меня такая пьеса. Она не совсем о сексе, но так называется. Я поразился, как режиссер. Ну, просто вот ухватил самую суть. То есть, вот, понимаете, если бы я в идеале поставил, я, честно, сознаюсь, я бы так не смог. Прекрасно поставил. И вообще оказалось, что Болгарский театр очень высокого уровня. Что было для меня неожиданностью. Как и в Чехии, кстати. А вот отношения с переводчиками. Как вообще, ну, вот, находят ваши пьесы? Ведь это должна быть какая-то система, какой-то, не знаю, клан переводчиков. Они как-то просматривают эти пьесы. Видите, раньше был один канал. Допустим, пьесы имеют в России большой успех. Какие-то, значит, есть люди, которые настроены на это дело. Они хватают, кто первый там, или кто первый, так сказать, догадается и переводят. Поскольку сейчас в России, я бы не сказал, что в столицах так уж это все видно, то сейчас интернет. Простая вещь. Люди заходят в мой сайт, видят там пьесу. Может, конечно, где-то что-то слышат. Они же заходят по-русски, или у вас есть английская версия? Видите ли, если человек переводит, он должен знать русский. А другое дело, у меня идут пьесы и по-английски. И в Нью-Йорке шла пьеса, и в Лондоне, и в Южной Африке. И в Индии, кстати, в трех городах по-английски идут. По-английски, да? Не на Хиндзе, а по-английски. По-английски, да. По-английски, да. По-английски, видимо, нет театра европейского, так сказать, стиля. Там у них свой, знаете. Можем, да, да, да. Вот, так что, некоторыми переводчиками тесный контакт, с другими я только узнаю, что, допустим, в Румынии кто-то поставил, кто перевел, что перевел. Хотя, ну, в общем, бывает так, по-разному. Ну, замечательно. Но вот все-таки, возвращаясь к вашему родному городу, смотрите, и Товстаногов ставил, и Додину, а сейчас только, видите, Нью-Йорк, Южная Африка, Австралия. Ну, видите ли. Действительно, вот, смотрите, вот то, что вы сказали, что болгары, вот, смотрите, ставят, да, там где-то. Почему-то все-таки у них есть интерес, наверное, там и Шекспир идет, и Островский, местный, я имею в виду. Да. Но, тем не менее, интерес к современному театру, к современнику у этих людей есть. Почему же в России нет все-таки? Вот я бьюсь над этим вопросом, он меня мучает, но разрешить его не могу. Кстати, переводит меня, может быть, много потому, переводит даже на какие-то языки, о которых я не знал существования даже. Суахили, например. Ну, что-то в этом духе. Потому что у меня пьесы, как вам сказать, носят такой универсальный характер. Их можно играть в Болгарии, в Монголии, где угодно. Это одна из причин. Не такой четкой привязки, что вот... Не понимаю, венталитет, реалии какие-то. Да-да-да, этого в основном нет. Видите ли, я бы очень переживал по поводу того, что сегодня, скажем, в столицах так, скажем, меньше ставят. Хотя две постановки в Москве... Ну, это не стационарный театр? Нет, стационарный. А, нет, еще забыл. Еще в стационарном в Москве идет. Ну, стационарный театр один. Все-таки немножко антрепризная вещь. Это, ну, да, это хорошо, но немножечко другая история. Она ведь в любой момент может завершиться. Это да. А пьесы, вот, скажем, вот те же самые прелести «Измены у Додина», я говорю, шли очень долго. Да-да. И спектакль, я помню, очень хорошо пользовался любовью зрителей. Да-да. И достать билет в хорошие места было довольно сложно. Я даже там какие-то небольшие, так сказать, подарки театральным кассирам делал, чтобы получить хорошие места на вашу пьесу. Да-да, она очень была такая престижная постановка. Видите, я бы очень переживал по этому поводу, если бы у меня было ощущение, знаете, что я как бы вышел в тираж, устарел, знаете, когда-то там 15 лет назад шли, а теперь вот, значит, не хотят. Но у меня этого нет по двум причинам. Во-первых, ставят за рубежом и в ближнем, и в дальнем зарубежье. А во-вторых, очень широко на эти любительские народные театры. Очень, настолько, что меня это даже начинает немножко, я себя в шутку называю народным драматургом теперь, потому что у меня теперь на одну профессиональную постановку стало приходиться 3-4 любительских. Понимаете, в том году меня поставили 50 любительских театров. А любительские ставят за не потому, что указание... Ну, может быть, знаете, как слово, да, любительские, от слова «любовь». Да. То есть больше искренности у этих людей. Мне это нравится. Больше искренности, чем у тех, кто вот выпендривается и хочет, так сказать, шубу, так сказать, вывернуть наизнанку и показать. Смотришь, текст Красногорова вроде отдавал, он смотришь, а незнакомый какой-то автор. Не потому, что есть указание сверху, не потому, что там хочется что-то такое, фокус какой-то. По любви. А потому, что это понравилось актерам, они знают, что понравится их папа-мамам, понравится их друзьям-зрителям, им нравится играть. Может быть, в этой искренности они свое что-то чувствуют. Больше истины, понимаете? Вот может быть, да? Да. Там нет посторонних моментов, которые есть вот в гостеатрах. Они ставят от любви, поэтому мне это очень нравится. Хотя иногда текст, наверное, тоже коверкают. Ну, понимаете, что любители, понимаете, иногда у них не хватает актеров, приходится что-то такое, иногда еще чего-то, не хватает сил на двухчасовой спектакль. На это мы смотрим терпимо, хоть я строго пишу, ничего не меняет, но мы понимаем, что... Но вы бываете и на таких спектаклях, да? Бываю, был в Севастополе. Чудный спектакль смотрел, кстати, просто замечательный, любительский. Дай Бог, чтобы профессионально. Валентин, ну что, спасибо вам за беседу, спасибо за то, что вы сегодня показали нам какие-то фрагменты действительно спектаклей в разных странах у вас идут. И я надеюсь, что после вот нашей программы, в том числе российские режиссеры опомнятся и бросятся к вам и будут ставить в России широко вашу драматургию. Я приглашаю всех на спектакль «Жестокий урок», когда он будет в Петербурге жить. Спасибо. Ну, у нас смотрит не только Петербург, поэтому спасибо, всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания. До свидания.